шаббат шалом радостно приветствовать вас всех я благодарен господу за то что он дает эту возможность говорить слово его и знаете я хочу сегодня говорить об одном об одной нужде которая действительно необходима в первую очередь на рамне и многим из нас новости действительно не такие уж прям приятные но тем не менее я вижу что как ну появилась какая-то надежда какой-то оптимизм в людях и я верю что господь все усмотрит знаете мы часто читаем что описание читаем такие слова что благодать вам и мир от бога отца нашего и господа и иисуса христа знаете я хочу говорить о мире о мире именно божьем и мы прочитаем сейчас место из второго послания коринфянам 5 глава 17 стиха итак кто во христе тот новая тварь древнее прошло теперь все новое все же от бога и иисусом христом примирившего нас собою и давшего нам служение примирения потому что бог во христе примирил собой мир не вменяя людям преступления и дал нам слово примирение и так мы посланники от имени христова и как бы сам бог увещевая через нас от имени христова просим применитесь с богом ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву и за грех чтобы мы в нем сделались праведным перед богом небольшое вступление я хочу рассказать такой случай говорят что когда алев толстой написал свой роман война и мир и когда давал в редакцию чтобы его напечатали и его название война и мир была небольшая разница вроде те же самые слова сегодня в сегодняшнем русском языке слово мир оно означает очень много значения но тогда слово мир писалось как обычно вот мы видим и также с буквой и ну как она вот есть в некоторых латин латинских допустим языках то есть эта палочка с точкой и действительно в русском языке мы видим что слово мир пытаются обозначить многие вещи вы видите есть несколько иные в району объяснение что такое мир во первых мы знаем что мы миром называем нашу вселенную все что звезды звезды планеты называется мир мы также называем миром животных которые есть также растительный мир и также мир окружающих нас людей мы тоже называем миром также есть греховный мир который имеет ту же имеет но существование в среди нас или в нас и это тоже определенный мир также есть внутренний мир внутренний мир каждого человека у нас есть внутренность и внутри нас есть также разум или сознание что такое разум или сознание вернее и сознание это способность омыслить анализировать способность принимать какие-либо решения и учиться и также способность что-либо из того что ты замыслил сделать также что отличает человека а допустим от животных у него есть самосознание животные действуют на уровне инстинктов они воспринимают мир и но самосознание у них нет нет только человек может самосознать что он есть человек что он вообще есть в этом мире и искать какой-либо смысл своего существования определять в чем его смысл принимать какие-либо решения а также имея вот это самосознание человек может также иметь ну какое-либо творчество то есть творчество это также является тем продуктом нашего сознания и самосознания также есть чувственный мир в каждом внутреннем мире человека у нас есть эмоции и эти эмоции они истекают из того что мы чувствуем и говорят что нету не эмоциональных людей есть люди которые не всегда могут выразить свои эмоции или могут сдержать но нету не эмоциональных людей потому что у каждого человека есть свои эмоции но в зависимости от нашего темперамента мы можем по разному выражать наши чувства мы можем даже не умеем всегда правильно выражать наши чувства но тем не менее это также является нашим внутренним состоянием и также есть также в нужд наш внутренний мир который ищет поклонение кому-либо или чему-либо был такой ученый блеск паскаль и в свое время он ну как бы продолжил многие открытия в том числе он определил что давление оказываемое допустим атмосферное давление она оказывается на все предметы на все жидкости одинаково но в зависимости от того какая жидкость в каком состоянии она будет по-разному себя вести но что интересно блеск паскаль сделал такое заключение когда он уже сам пришел к вере в бога он определил сделал такое интересное замечание что в каждом человеке есть то пространство которое занять может только бог только всевышний именно это внутренний мир требует именно ищет того чтобы это пространство было занято всевышним и вот мы подошли к божьему миру на иврите шалом что такое шалом мы часто здесь живя в израиле говорим шалом шалом архем шалом архем и слово шалом оно действительно означает мир но в этом слове сокрыт большой смысл и один из смыслов как слово лешалем или некая завершенность слово лешалем мы употребляем как заплатить или завершить какую-либо сделку когда мы приходим куда-то что-то покупаем мы смотрим выбираем договариваемся заключаем может быть какой-то договор и платим это называется лешалем то есть прийти к какому-то либо заключению завершению и также слово шалом означает определенную целостность и библия говорит что у человека есть потребность чтобы ему быть целостным чтобы в нем была некая завершенность и бог хочет от того чтобы мы искали этой завершенности и знаете каждый человек наверное чувствует эту потребность не всегда человек осознает даже что у него есть в этом потребность и часто вот именно именно поиски вот этого шалома именно внутреннего мира мира со Всевышним приводит либо к каким-либо действиям человека даже те кто любит может быть повоевать может быть кто-то агрессивный рано или поздно приходит к тому что ему необходим мир ему необходим мир и люди по-всякому относятся к этому состоянию и я хочу сказать что внутренний мир это это неравнодушие иногда можно ну как бы перепутать подумать что мир это равнодушие нет равнодушие это не является миром это просто безразличие но слово Божие говорит и потребность человека не в равнодушии а именно в духовной целости в духовном равновесии и это равновесие называется мир с Богом и люди по-разному к этому стремятся некоторые пытаются достичь вот такого мира комфорта зарабатывая деньги допустим устраивая свою жизнь это хорошо когда мы устраиваем свою жизнь зарабатываем у нас есть хорошие работы но знаете как то вот получается так что человек не может часто остановиться вроде бы все хорошо он хочет еще хочет еще чего-то еще купить сегодня купил одну машину завтра купил другую машину купил квартиру сделал ремонт на следующий день уже думаешь может быть купить дом сделать более шикарный ремонт и у людей по-разному бывает эти поиски этого мира знаете когда я помню было мое сначала вот такое взросление это было во времена ну в той стране из которой мы все приехали во времена перестройки и я помню что вот это как бы ну вот это было своего рода ну своего рода вот такой взрыв когда люди вдруг осознали что не все далеко не все не хорошо и сколько именно лжи было сколько вот именно обмана и появлялись политики которые говорили вот мы дадим вам спокойную жизнь вот мы покажем вам как нужно добиваться успеха мы научим вас как нужно жить и будем жить в мире и в процветании и знаете вот даже я помню что ну поначалу я как бы когда увлекался спортом я верил что именно спорт может принести людям мир я немножко тогда увлекался именно древней историей когда во времена олимпиады замирали все войны я верил действительно что спорт может действительно примирить людей сделать их более мирными ну реальность показывает что спорт далеко не всех может сделать мирными а наоборот более агрессивными есть различные философские учения если которые говорят о том как достигнуть мира есть различные религиозные учения которые говорят как достигнуть мира есть учения которые говорят что нужно сосредоточиться на внутреннем своем мире и вот так созидая внутри себя достигать мира есть определенная наука которая говорит о том, что нужно, может быть, попить какие-либо лекарства, чтобы достичь мира. По-всякому люди хотят обрести внутреннее равновесие. И часто люди, допустим, чего-либо достигают, они думают, что вот теперь они достигли внутреннего равновесия, теперь им хорошо, теперь они будут жить мирно и прекрасно. Но Слово Божие говорит, что без Бога, без Бога, многие наши попытки, они будут тщетными. А часто, если мы пытаемся вторгнуться в духовный мир не Божьим путем, даже это приведет к нашим даже большим ошибкам или заблуждениям. Иногда, когда вот свидетельствуешь людям, говоришь о Боге, говоришь о том, что нужно примириться, о том, что есть Бог, который прощает их, который дает им мир, люди говорят, а что, почему я должен примиряться с Богом? Почему я должен просить у Него прощения? Разве я с Ним ссорился? Разве я что-то сделал такого, что мне нужно сказать Богу прости? И как мы можем определить, что нам нужно для этого, чтобы обрести мир Божий? Во-первых, мы Его творение. Каждый из нас является уникальным творением Божьим. Каждый человек. Нет такого человека, который не был безразличен Богу. И именно в каждом человеке Бог видит свое творение. И грех или непослушание, как мы говорим, когда-то принесло именно разделение между людьми. Это разделение пошло именно с начала человечества и порой достигало своего апогея, когда Бог просто говорил, что уничтожу этот мир. Когда был уничтожен мир потопом, или когда, допустим, Содом и Гамора были уничтожены огнем и серым. И именно так или иначе именно это происходило из-за того, что люди не хотели мира с Богом, а враждовали с Богом. Но я хочу сказать, что мы не какая-то ненелепая случайность, ну или просто случайность, мы Его творение. И Бог для нас приготовил именно свой путь примирения с Ним. И на протяжении всей истории Бог именно искал таких людей, которые бы могли бы с Ним общаться, через которых бы мог Он говорить свою волю, и предлагает прежде всего этим людям свой мир, свой покой. И мы знаем, что пришло время, когда Бог избрал Авраама, Он избрал его для того, чтобы через него образовать огромный народ и через него именно подарить, через его народ, благословение для нашего мира. И Бог предусмотрел вот этот проект, когда сначала пришел грех, а потом пришло отпадение, потом пришло исправление, затем искупление и, наконец, вечная жизнь с Ним. Что делает Бог для этого? Как мы прочитали, все же от Бога, Иешуа Машеиха, примирившего нас с Собою и давшего нам служение, примирение, именно все, что нужно для того, чтобы иметь мир с Богом, приходит от Бога в Иешуа Машеиха. И Он предлагает нам именно свой путь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 25 стиха. «Это сказал Я вам, находясь с вами. Утешите ли же Дух Святой, Который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам? Иду от вас и приду к вам». То есть, Иешуа незадолго до того, как должен был распят, он говорил эти слова. «Мир мой даю вам, мир оставляю мой». И как именно воспринимать его мир, как искать его мир? Слово Божие говорит о том, что должно вам родиться свыше. Должно вам родиться свыше именно не просто чему-то научиться, но необходимо, чтобы Бог именно пришел в вашу жизнь. Пришел, чтобы, и, как Он говорит, что и обитель у Него сотворим. То есть, обещая быть с нами, Иешуа говорит, что обитель у Него сотворим. То есть, сотворим в каждом человеке, который принимает его жилище. И знаете, вот почему я на эту тему хотел сегодня говорить, потому что вот в последнее время, когда ты читаешь эти новости, слышишь о том, что люди болеют, о том, что какие-то ограничения, какие-то проблемы, трудности, именно где мы можем найти силы, чтобы все это перенести? Где мы можем понять о том, что нам нужно вообще в этом мире? И нам необходимо, чтобы мы именно искали, искали Бога, искали Его Слово и наполнялись Его Словом, Его Духом Святым. И также, как это мы можем достигнуть? Знаете, как и везде, вот именно в отношении с Богом, оно должно быть живым. Я думаю, что если бы мы, ну, может быть, в каких-то семьях есть, а вообще-то принято, чтобы вот в семьях было живое общение. Если мы приходим, допустим, дома, пришли домой, чисто формально спросили, как дела, как дети или еще что-то, то это не было бы живым общением. Всегда есть живое общение, когда вот именно ты живешь, что-то чувствуешь, что-то выражаешь. И именно Всевышний желает, чтобы мы именно общались с Ним в живом общении. И Ему не столько даже важно, насколько мы формально что-то исполняем, насколько Ему важно, насколько мы именно живы с Ним, откровенны с Ним. Он открыт для каждого из нас. И Он открыт для того, чтобы помогать нам. Он открыт для того, чтобы мы искали Его лица и также открывает себя. Он хочет, чтобы это было живое общение. Написано в Галатам, что плод же Духа и один из них – это мир. Плод же Духа. Я люблю сравнивать, ну вот мне нравится это сравнение, когда говорят о плоде Духа и рисуют виноградную лозу. Ну и напишут, допустим, мир, любовь, радость на каждом, на каждой винограде. И я, честно говоря, верю, что именно это один плод, но один из составляющих именно является мир. мир в нашем сердце, в нашем внутреннем мире, он должен возрастать. Возрастать мы должны в этом. нам необходимо общение со Всевышним, нам необходимо именно чтение Слова Божьего и принятие веры, то, что Он говорит нам. И также мы прочитали, что Он дал нам служение примирения. Знаете, у меня вот служение примирения, оно всегда как-то вот привлекало меня. Мне нравилось это выражение. И действительно, имея мир Божий, мы можем нести мир для этого мира, для окружающих нас людей. Я помню, когда я уезжал в Израиль, незадолго, ну, где-то за месяц, нет, за несколько месяцев до этого в той общине, где я раньше был, произошла трагедия. Произошла трагедия молодой парень, который, ну, был в нашей молодежи с группой, ну, таких же верующих, как и он, пошел на речку купаться и утонул. Утонул почему? Не потому, что не умел плавать, а просто у него отказал, ну, что-то случилось со стимулятором, сердечным стимулятором, и он утонул, и они не вовремя заметили, поздно вытащили, и человек утонул. И, знаете, что мне было дорого, ну, было тяжело, конечно, это видеть, осознавать, что был человек, жил человек, надеялся, как раз у него уже была невеста, он собирался жениться, и вот он утонул. Знаете, что свидетельствовали его родные, многие, кто его окружал, что где бы он ни появлялся, во время какого-либо конфликта всегда наступал мир. Вот у него какое-то было такое дарование, он даже много не говорил. Там, где Вася появился, приходил мир. И именно этого хочет от нас Бог, чтобы мы несли служение, примирение. Примирение между, может быть, нами, а также примирение, самое главное, примирение со Всевышним. И для этого необходимо, именно чтобы каждый человек, который желает именно примирения со Всевышним, принимал условия от Него. Написано, что Ишуа стал, как мы читаем, жертвой за грех, но кто-то говорит, что он не просто стал жертвой за грех, он стал грехом. Он стал грехом для того, чтобы взять все наши преступления, всю нашу ворожду, которая была когда-то, или, может быть, есть, для того, чтобы мы с ним примирились, примирились, чтобы нашли мир со Всевышним. И, знаете, не всегда, не всегда бывает так, что мы можем жить, возможно, со всеми в мире. Но слово говорит, что если возможно, если возможно, имейте мир со всеми. В то же время слово Божие говорит, что дружба с миром, то есть с греховным миром, является враждой против Бога. И в одном месте Ишуа сказал, что не мир я принес в этот мир, но разделение, именно разделение между грехом и праведной жизнью, между нечистым миром и Всевышним. И, знаете, вот эта мудрость, как поступать, она приходит только, наверное, с возрастом, с духовным возрастом, и с таким возрастом. Я помню, что, когда я уверовал, был молодым подростком, и для меня вот эта моя горячность, максимализм, не всегда давали хорошие плоды. Я часто, допустим, вот в отношении с родителями, я как-то так, не всегда я считаю, что правильно поступал, когда они мне хотели что-то сказать, что-то, может быть, просили где-то в чем-то помочь. Я говорю, что нет, это и так будет, или так. И вот, допустим, сейчас, пройдя столько лет, я, допустим, жалею, что не находил вот какого-то общего языка. Но, знаете, я благодарен моим родителям, то, что они меня принимали такой, какой я есть. И, к сожалению, они еще до сих пор не уверовали, как бы я хотел, чтобы они уверовали. Но я верю, что Господь делает в их жизни именно свой труд. И, допустим, мама часто присылает мне поздравления с шаббат-шалом или с праздниками. Они как-то находят это, хотя они живут в этом. И я очень рад, что они как-то тянутся к этому. Нам нужна мудрость, как поступать в этом мире, чтобы именно сохранить этот мир Божий в наши сердца. Мне часто приходится бывать в силу своей работы у людей. и, ну, совсем незнакомых, чужих людей. И я, знаете, стал замечать, что люди как бы вот смотрят телевизор или компьютер и хотят насыщаться какими-либо новостями, но эти новости очень негативные. Смотрят какие-либо скандалы или какие-то разборки где-то происходят и целый день могут это крутить. У нас в Израиле есть такая народная традиция, когда что-либо случается, все новостные программы по телевидению или в интернете они пишут негативные новости. Вот уже живя во время всех этих коронакризисов почти два года, мы постоянно слышим столько заболевших, сколько умерших, сколько так страшно все. Но, знаете, не нужно наполняться вот этим негативом, не нужно принимать всего того, что говорится в новостях и принимать. Лучше именно насыщаться и принимать то, что Бог говорит нам. И стремиться к этому миру. Также написано, что мы есть свет для этого мира. Именно мы свет для этого мира, чтобы показать, что мы те, кто примирились с Богом и те, кто несем этот мир для каждого человека. И, знаете, Иешуа сказал, что вот я с вами во все дни до скончания века. Он с нами. Знаете, хочу рассказать одну историю. Как-то один мальчик со своим отцом, он любил ездить на дачный участок. Может быть, не все понимают, что это такое дачный участок. Это обычно в городах, это было за городом, такие небольшие участки, где люди что-либо выращивали, отдыхали и работали там по выходным, может быть, или в свободное время. И вот, чтобы добраться до этого дачного участка, этому мальчику с отцом часто приходилось ехать на электричке. То есть, такой небольшой поезд, который часто делал остановки вокруг, как раз именно недалеко таких дачных участков, поселков или еще что-то. И вот мальчик подрос, стал самостоятельно. Я знаю по своим детям, что они со временем становятся очень самостоятельные и хотят самостоятельности. и вот он говорит, папа, знаешь, я сегодня сам поеду. Хорошо, говорит сын, езжай, вот тебе билет и вот тебе записка в карман. И вот мальчик поехал, он хорошо помнил, какая станция, где находится. И в какой-то момент он немного растерялся. Вагон набился людьми и он растерялся, он уже видит, что он не всегда видит, какая станция, не всегда слышит, какая станция. И он заволновался. И он вспомнил о том, что папа сказал ему, вот тебе записка, если что-то вдруг понадобится. Он открывает эту записку, достает, открывает и пишет, и читает то, что папа ему написал. Сынок, я в соседнем вагоне. Я хочу сказать, что Бог с нами. Всевышний, Он объемлет нас и Он в нас. Его мир будет в наших сердцах. И что бы ни случилось, какие-либо кризисы не возникали, как бы тяжело не было, Он с нами. И Он будет утешать нас, Он будет помогать нам, и Он будет давать нам Свой мир. И не будем отчаиваться, не будем говорить, что все плохо. Для нас есть очень важная и радостная вещь, что Бог с нами и в нас. И Он никогда не покинет нас. Аминь. тихо.